Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улицу Дачная ждет реконструкция. Проект будущих работ, которые проведут в два этапа, уже разрабатывает городской департамент градостроительства. Орден мужества за самоотверженность и отвагу. В военкомате промышленного района состоялось награждение военнослужащих, которые прибыли в отпуск из зоны СВО. Майские праздники обещают быть насыщенными. В Самарской области пройдет первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Он начнется 1 мая, продлится 6 дней. Участники съедутся не только из России, но и из Франции, Испании, Финляндии и других стран. Жители региона ждут концерты, автомотопробег, круглые столы и показы тематических фильмов. Какие еще мероприятия приготовили организаторы в нашем сюжете? Их объединяет не только любовь к музыке, но и убежденность в том, что фашизм – зло, с которым нужно бороться всеми доступными способами. На международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» съедутся музыканты из 8 стран. Помимо российских исполнителей приедут гости из Франции, Испании, Никарагуа, Латвии, Словении, Финляндии и Великобритании. В семейной истории почти каждого из них оставила свой след Вторая мировая война. Дед солист из Словении Саша Гачника был в концлагере. У Волынщика из Великобритании оба деда сражались на войне, а дядя погиб в 43-м году. Бывший военный из Франции Франсуа Мадеме в 2014 году приехал на Донбасс и 8 лет воевал там. Я искренне рад, что фестиваль международный, что все попытки в отношении нашей страны вести так называемые культуры отмены и запретов не работают. И абсолютное большинство жителей планеты, я уверен, понимает, что такое нацизм и какую угрозу фашизм представляет. Это не случайные люди приезжают сюда. Это не просто артисты. Это наши с вами друзья. Это те, кто поддерживает нас везде. По мнению организаторов, символично, что первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» пройдет на Самарской земле. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей. Сюда были перевезены заводы со всей страны. Более 40 военных производств. Здесь изготавливали снаряды, танки и знаменитые советские штурмовики Ил-2. Отсюда в годы войны на фронт ушли 528 тысяч человек, а вернулись менее половины. Здесь ковалась в том числе и духовная победа над фашизмом. В Самару переехали все ведущие коллективы творческие. Откуда шла трансляция выступлений Большого театра? Отсюда. Откуда вещал Левитан с марта, по-моему, если не ошибаюсь, весны 43-го года? Отсюда на весь мир. Гитлер лично считал своим личным врагом. Международный фестиваль будет проходить при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Начнется праздник 1 мая на площади Куйбышева. Там пройдет митинг-концерт «Мир, труд, май». Будут работать фестивальный городок, пройдет автомотопробег с возложением цветов на площади Славы. Фестиваль будет проходить не только в Самаре, но и в Новокубышевске, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске. Гостям праздника покажут тематические фильмы, в том числе и Нюрнберг. Мы много слышим о том, что кто-то не до конца в культурной среде понимает происходящее. Вот абсолютное большинство деятелей культуры, искусства прекрасно понимает, что происходит сегодня и в стране, и в мире. И я думаю, что вот эти по-настоящему творческие, талантливые люди выразят свою позицию вне фестиваля в Самаре. Гости фестиваля также ждут круглые столы с участием музыкантов «Ночь военно-исторических музеев». Почетным гостем фестиваля станет Стивен Сигал, который является не только актером, но еще и блюзменом. Виктория Шаре, Константин Головин, События. В Самарской области готовится к народной акции «Бессмертный полк». Присоединиться к ней может каждый. В этом году не будет традиционного шествия. Однако организаторы разработали много других интересных форматов. Например, «Бессмертный полк на автомобилях». Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах, такси, грузовом и общественном транспорте, родственниками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла фотографий ветеранов. Снимки героев Великой Отечественной войны в Самаре можно заказать до 2 мая в пунктах приема на базе администрации внутригородских районов, а также в МФЦ в Самаре и Тольятти. Также 9 мая предлагаются портреты и имена героев размером не меньше, чем А4 прикрепить или нанести на одежду, и таким образом в течение всего Дня Победы не расставаться со своим ветераном. Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» также состоится и в этом году. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Личный кабинет участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. В Самарской области будут организованы видеотрансляции с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона. Улицу Дачную в Самаре ждет реконструкция. Ее состояние давно вызыкает нарекания горожан. Сейчас городской департамент градостроительства разрабатывает проект работ, которые будут проведены в два этапа. Как преобразится улица Дачная, расскажет Виктория Шарая. Улица Дачная под пристальным вниманием и специалистов, и жителей микрорайона. Новость о предстоящей реконструкции они восприняли с энтузиазмом. По их словам, движение тут интенсивное и ремонт нужен давно. Там же целый район, плюс переезд туда дальше. Они сейчас вроде как залатали, дырки-то засыпали сухим асфальтным. Попроще стало. Но вообще здесь поток достаточно такой мощный. Хорошо будет, если здесь... А у меня родственники здесь живут. Вот, приезжаю, ну, подачу, любые вещи. Мы очень ждем и надеемся. Потому что Тошка сейчас засыпали крошкой. Напомним, в дорожно-строительном сезоне 2022 года на средство нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был обновлен участок в границах Московского шоссе и улицы Чернореченской. Выполнен ремонт покрытия проезжей части на площади 5,5 тысяч квадратных метров. Его устройство произведено с использованием высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЧМА-16. Кроме того, были заменены люки смотровых и дождеприемных колодцев. Они подняты на проектную отметку и находятся на одном уровне с новым дорожным полотном. А в районе пересечения улиц Дачной и Коммунистической восстановлены парковочные места. Сейчас уже по заказу Департамента градостроительства Самары продолжаются работы, касающиеся дороги, которая ожидает масштабной реконструкции. Пока речь идет об участке улицы от Пензенской до Московского шоссе. Предполагается, что дорога будет шириной в четыре полосы, каждая по 3 метра 25 сантиметров. Проект в стадии разработки. А именно, учитывая замечания эксплуатирующих организаций, наличие разветвленной сети подземных коммуникаций в полосе отвода под реконструкцию, плотную застройку и объекты капитального строительства в непосредственной близости от зоны предполагаемого производства работ, выполняется корректировка ранее разработанных проектных решений. В связи с полученными техническими условиями от ресурсоснабжающих организаций, так как там идет огромное количество инженерных коммуникаций, Департаментом градостроительства принято решение о смещении дорожного полотна, чтобы не выносить сети, так как по первоначальным расчетам вынос сетей составляет в три раза дороже строительства самого дорожного полотна. Внесение коррективов необходимо с целью определения возможностей выноса части инженерных коммуникаций, которые все-таки попадут в границы нового дорожного полотна и оптимизации стоимости работ. Кроме того, идет поиск решений, чтобы в период реконструкции обеспечить жителям проезд к своим домам. Сейчас проект реконструкции улицы Дачной направлен на рассмотрение в ресурсоснабжающей организации. После утверждения концепции проектирование будет продолжено. В планах Департамента градостроительства Самары до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы и подать заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала работы в следующем году. Предусматривается разделение строительно-монтажных работ на два этапа. Сначала будет выполнена перекладка инженерных коммуникаций, затем реконструкция дороги. В границы проектирования входит и участок, который ранее был приведен в порядок по дорожному нацпроекту. Реконструкция позволит расширить полотно и значительно повысить пропускную способность автодороги, у которой появится капитальный тип дорожной одежды. Также проектными решениями предусматривается обновление тротуаров, ширина которых на разных участках составит до трех метров, установка дорожных знаков, нанесение разметки проезжей части, обустройство съездов и освещения. Будет проработан и вопрос отвода сточных вод. Специалисты отмечают, что наибольшее количество разрушений зафиксировано от улицы Пензенской до Чернореченской. Пока в этом месте проведен ямочный ремонт, но это временные меры. К разработке проекта планировки территории в рамках второй очереди реконструкции от улицы Пензенской до улицы Горной планируют приступить в 2024 году с возможностью начала проектирования в 2025. Виктория Шарая, Константин Головин. События. 42 участка самарских дорог отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На трех из них сейчас работают в самом разгаре. На улице Ярошевского подрядчики выполняют фрезерование старого дорожного полотна. Чтобы не создавать помех движению машин, работы производят ночью. На месте ремонта работала и наша съемочная группа. Три ночи требуется подрядчикам, чтобы отфрезеровать старое дорожное покрытие на улице Ярошевского. В среднем за одну ночь удается срезать до 5000 квадратных метров асфальта. Несмотря на то, что дорога на большем ее протяжении односторонняя, а проезжая часть не столь широкая, перекрытие движения не требуется. Да и ночью оно не такое оживленное. Маршрутов общественного транспорта здесь нет, автомобили, дорожные рабочие пропускают. Небольшие осадки, помехой на текущем этапе работы тоже не становятся. Фрезерованию дождь не мешает. Ну дождь не сильный, не мешает работать. А вот здесь следует перестановка. И будут переустанавливаться, демонтироваться и будут перестанавливаться. Всего ремонту большими картами свыше 100 погонных метров по всей ширине проезжей части подлежит полтора километра улицы. Это почти 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Рабочие, помимо фрезерования, выполнят поднятие люков смотровых колодцев на проектную высоту. Они будут на одном уровне с покрытием. Затем уложат новый асфальт. Применят современную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, что обеспечит высокую прочность полотна. При этом укладку будут производить только при сухой погоде. На всех этапах качество работ контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Подрядчик заинтересован в качестве не меньше, ведь предстоит приемка, а гарантия на покрытие будет составлять 5 лет. В случае возникновения дефектов подрядной организации придется переделывать ремонт исключительно за счет собственных средств. Возвращаясь к вопросу укладки от погодного условия, для того, чтобы основание было подготовлено, были подняты люки инженерных коммуникаций, для того, чтобы застыл бетон, тоже нужно время. И для того, чтобы подготовить улицу, то есть обеспылить, почистить, сделать розлив вяжущего, тоже нужно определенное время. То есть это цикл, который необходимо соблюдать в обязательном порядке. Участок улицы Ярошевского от Новосадовой до Маломосковской – один из 42, которые в этом году будут отремонтированы в Самаре на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Учтены результаты диагностики состояния покрытия, которое заблаговременно выполняется в специализированной передвижной дорожной лаборатории. Кроме того, перечень дорог местного значения, подлежащих обновлению, был сформирован исходя из предписаний надзорных органов, просьб жителей и расположения на улицах объектов массового притяжения горожан, медицинских, образовательных и других социальных учреждений. На Ярошевского располагается ряд таких объектов, в том числе гимназия и детский сад. Родители каждый день привозят своих детей. И автомобилисты, и общественники, и сотрудники образовательной сферы отмечают, что из-за некачественной дороги здесь образовывались пробки. Дорога была полностью разбита. Мы хотели ее увидеть гладкой, ровной, красивой, чтобы по ней было приятно ехать, чтобы ее было приятно переходить, чтобы она своей красотой радовала наши глаза. И отвечала всем требованиям безопасности дорожного движения. Качество дороги для нас является очень важным. Все работы выполняют по графику. Ориентировочная дата окончания ремонта – 9 мая. Чтобы после майских праздников горожане на работу и домой ездили по обновленной дороге. А подвоз детей к образовательным учреждениям был беспрепятственным и комфортным. Специалисты также отмечают, что в этом районе в текущем году на средства дорожного нацпроекта будут охвачены ремонтными работами улицы Мичурина и проспект Масленниково, которые частично были приведены в порядок в прошлые годы. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, Николай Сидоров. События. Весенние обновления в рамках месячника по благоустройству в Самаре в активной фазе. Помимо традиционных апрельских сезонных работ, включающих в себя комплексную уборку улиц, дворов, внутриквартальных и общественных пространств, в областном центре продолжают обновлять и зеленые насаждения. Сегодня в Куйбышевском районе специалисты муниципального предприятия «Спец. Ремстрой. Зеленхоз» при участии сотрудников Департамента городского хозяйства и экологии, администрации Куйбышевского района, а также волонтеров и активных жителей продолжили высадку деревьев вдоль улицы Осетинской. На этот раз было высажено еще 200 саженцев пирамидального тополя. Напомню, идея высадки аллеи возникла осенью прошлого года во время встреч главы Самары Елены Лапушкиной с жителями микрорайона «Волгарь». У жителей были замечания по качеству воздуха и по согласованию с ними была запланирована посадка аллеи. Работы разделили на несколько этапов. Первые деревья, а это 331 пирамидальный тополь, были высажены еще в сентябре прошлого года. На прошлой неделе в средник было высажено еще 135 саженцев. Сегодня работы по озеленению были продолжены. Хочу сразу сказать, что пирамидальные тополя не являются пухонесущими. Очень многие жители переживают по этому поводу. И этот сорт деревьев как раз очень хорошо абсорбирует всякие вредные примеси, и они очищают воздух. Поэтому решили, что это самый лучший вариант для посадки деревьев в этой зеленой зоне. Таким образом, вдоль улицы Осетинской от детского сада «Лесная сказка» до улицы Василия Татищева протянулась зеленая аллея. Более 660 пирамидальных тополей. Следить за состоянием саженцев, ухаживать за ними будут сотрудники администрации Кубышевского района, специалисты муниципального предприятия «Спецаремстройзеленхоз» и неравнодушные местные жители. В Самарской области, как и по всей России, продолжается голосование за благоустройство территории в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». О том, как сделать город уютнее и красивее при помощи голосования ученикам 16-й Самарской школы, рассказал куратор общественного пространства. Тему продолжит Галина Топилина. 20 общественных пространств Самары принимают участие в голосовании за благоустройство по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования определятся территории, которые будут обновлены в следующем году. Какими будут эти пространства, решат сами жители. Рассказать об этом подрастающему поколению в 16-ю Самарскую школу пришел куратор одной из локаций Октябрьского района, которая уже участвует в голосовании. Ученица 10-го А-класса Злата Чернова признается, влиять на облик родного города в один лишь клик – хорошая возможность для того, чтобы внести свой вклад в развитие Самары. Тем более проголосовать на портале несложно. Я рада, что в нашем городе происходят такие проекты, так сказать, что сейчас мы можем поменять что-то совместными силами. В квадрате улиц Осипенко, Новосадовой и Челюскинцев находятся две школы, два дошкольных учреждения и детская районная поликлиника. Эта детская площадка никогда не пустует. Сюда приходят дети и взрослые из соседних домов и районов, говорит Елена Колганова. И когда мы из детского сада идем, причем все дети, они все встречаются, у них какая-то уже традиция, все встречаются на этой детской площадке. Несмотря на то, что они там целый день вместе провели, пять-шесть человек, они обязательно вот здесь все тусуются. Она у них почему-то любимая, несмотря на то, что такая уже старенькая. Площадка требует обновления, отмечают местные жители. Детям нужны новые безопасные и современные турники, качели, горки. Необходимо оборудовать территорию лавочками, добавить освещение, создав тем самым благоприятное для детей и взрослых пространство для отдыха. Здесь планируется также посадка деревьев, обустройство газонов. И в первую очередь это, конечно же, обустройство детской площадки, обновление всех конструкций игровых и также укладка резинового покрытия для детей. Детская площадка на бульваре Челюскинцев в этом году участвует в голосовании за благоустройство. Жители близлежащих домов и школьники, которым успело исполниться 14 лет, уже проголосовали за эту территорию и просят поддержать их инициативу. Голосование продлится до 31 мая на платформе 63.городсреда.ру. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работы сейчас ведутся в двух зонах – в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и в историческом центре. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. После завершения строительства и ввода «Театральный» в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжится обновление подвижного состава, обучат и новых машинистов. Развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. В Самаре ушел из жизни народный артист России, лауреат государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Ему было 75 лет. В 1974 году, будучи выпускником Щепкинского училища, он пришел в труппу Самарского академического театра драмы имени Горького. Владимир Борисов создал десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант. Коллеги отмечают, что он принадлежал к той категории артистов, ради которых зритель специально шел в театр. Коллектив телеканала «Самарагис» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Борисова. В военкомате промышленного района состоялось награждение военнослужащих, прибывших в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. В мероприятии приняли участие призывники и юнормейцы. Встреча стала прекрасной возможностью для того, чтобы пообщаться с теми, кто связал свою жизнь с российской армией. Подробности в репортаже Александры Гусевой. С момента начала специальной военной операции количество добровольцев, поступающих на службу по контракту, значительно выросло. Одни хотят защитить родных и близких, другие стать примером для подрастающего поколения. Преподаватель одной из самарских школ пришел в военкомат промышленного района, чтобы заключить контракт на военную службу. Прислушались ко всем моим аргументам, почему и зачем, и буду служить по контракту. Современное поколение достаточно сложно воспитываемо в патриотическом плане. Это лучше, конечно, своим личным опытом, своим личным примером преподнести моему поколению и сказать о том, что добровольство и служение, так скажем, России и армии – это с честью, достоинством нужно. В военкомате промышленного района во Всероссийский день призывника собрались новобранцы, юнормейцы и те, кто уже служит по контракту. Здесь состоялось награждение военнослужащих, вернувшихся в отпуск из зоны проведения СВО. Сразу нескольким бойцам была присвоена государственная награда – Орден Мужества. Ее вручают людям, проявившим самоотверженность и отвагу при спасении людей или показавшим смелые и решительные действия при исполнении воинского долга. На встрече можно было пообщаться с теми, кто уже связал свою жизнь с военным ремеслом и не понаслышке знает, каково это – быть в бою. В рядах нашей армии сейчас немало добровольцев, подписавших контракт на военную службу. По словам бойцов, это выгодно не только в финансовом плане, но и в социальном. Военнослужащим и членам их семей оказывается разносторонняя поддержка со стороны государства. В настоящее время на территории Самарской области по инициативе губернатора специально для участников СВО создана программа «Возвращение». Благодаря ей бойцы получают помощь в оформлении льгот, комплексное лечение и помощь в психологической адаптации. Этот проект рекомендован президентом нашей страны Владимиром Путином к тиражированию и в других регионах. Кроме того, внимание оказывается не только тем военнослужащим, которые вернулись в родной город по причине ранения или отпуска. Бойцов, находящихся на службе, также снабжают всем необходимым. Пошел служить добровольно, об этом не жалею. Командование хорошее, кормят отлично, одевают, обувают. Всем ребятам советую, потому что никто, кроме нас, не защитит наших жен, матерей, детей. Нас обучили всему до того, как мы попали. Командование хорошее, отличное. Все друзья, которые с нами были, все стали братьями, все друг за другом. Армия закаляет тело и дух, говорят бойцы. И если военный контракт предполагает наличие определенной подготовки, то срочная служба – это этап, который должен пройти каждый. Я хочу сказать, что ни один военнослужащий, который будет призван в вооруженные силы Российской Федерации по призыву, не попадет в зону СВО и будут находиться они в частях. Проходят они перед этим отбор медицинский жесткий, чтобы попасть как раз в те рода войск, чтобы соответствовало их образованию, их желанию. Весенний призыв 2023 года стартовал 1 апреля. Традиционно он продлится 3,5 месяца и завершится 15 июля. Александра Гусева, Константин Головин. События. Программа «Обернитесь» телеканала «Самара Гис» вновь стала лауреатом международного кинофорума «Шеридарь». С фильмом «Мы прорвемся, сынок». Героиня сюжета – мать, потерявшая сына в специальной военной операции. Сейчас помогает ребятам, которые выполняют свой боевой долг в зоне СВО. Автор цикла передачи, редактор телеканала «Самара Гис» Инесса Панченко в очередной раз приняла участие в кинофоруме, соревнуясь с сильнейшими профессионалами в документалистике. Главным лейтмотивом всех работ стала благотворительность. На суд жюри представили проекты о бескорыстности, преодолении, принятии, понимании и сострадании. Фильмы и передачи оценила профессиональная жюри. Его возглавил режиссер-кинематографист, доцент в ГИК Виталий Калинин. В шорт-лист конкурса включили более 80 работ и около 100 авторов со всей страны. В шести номинациях награды получили 12 творческих проектов. Церемония открытия состоялась в конференц-зале «Патриарший сад» во Владимире, в уютной и современной локации исторического центра города. В этом году международный кинофорум «Шеридарь» прошел уже в седьмой раз. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара Гис», в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.